1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Здравствуйте, дамы и господа, друзья, соратники и коллеги. Где-то лет 100-200 назад, когда у людей собирали подпись и просили ставить определенный значок. Вот, вы уже знаете, что делать. Окей, значит, будем начинать. Здравствуйте. Меня зовут Александр Мартынов, это Арига Латвия, представление СИЗЛ. Сегодня у нас сказочная тема, я бы ее так сказал, да, то есть мы будем представлять продукты, которые делают нас моложе. Вот, и естественно, для новичка, человека непросвещенного, все то, о чем я буду говорить, во всяком случае, в первой половине нашего занятия, это будет как сказка, красивая сказка, потому что то, о чем мы будем говорить, то есть антистарение, да, то есть каким образом сегодня наука умеет поворачивать стрелки наших часиков спять и вернуть вас на десяток-другой лет назад. Всю эту информацию, если вы где-то слышите, то, скорее всего, только на канале Discovery, когда рассказывают о каких-то конкретных научных открытиях или о прогнозах ученых, но никогда мы с такой информацией не сталкиваемся на современном рынке, да. Вот, и поэтому на сегодняшний день я скажу так, что устраивайтесь поудобнее, информация будет уникальнейшая, интереснейшая, вот, и моя цель, скорее всего, не показать преимущество продуктов Сизл, а, скорее всего, наоборот, даже показать, точнее, доказать, что это сегодня уже возможно, и почему это стало возможно, об этом сегодня пойдет речь. Итак, начнем мы сегодня немножко издалека, да, то есть чтобы понять вообще то, понять, что такое антистарение, потому что это слово в обиходе, да, то есть вы, возможно, с ним сталкивались, да, уже где-то лет 10-15 оно в нашем словаре. И оно в нашем словаре, благодаря книжке, которая была издана от ученого Рональда Клацца, вот вы ее видите, возможно, некоторые из вас ее читали, да, она называется «Остановите болезнь старения». Друзья, есть ли из вас те, кто читал эту книжку? Если да, поставьте, пожалуйста, крестики. Я знаю, Вера, вы, по-моему, читали? Мне все, у меня книжка есть, и не читала. Так, я смотрю, и не читали, да? Ну, я скажу так, это история, да, друзья, это история, вы можете к ней даже не возвращаться. Это я вам просто показываю, откуда пошло само понятие антистарения, да? Значит, дело в том, что в этой книжке описаны основные механизмы старения человеческого организма, и Рональд Клацц показывает, как мы можем сопротивляться этому процессу, благодаря использованию, скажем так, правильного питания и высокой роли антиоксидантов в нашей жизни, да? То есть, переменение в пищу антиоксидантов. Поэтому вот я поместил такую книжку, фотографию витаминчика Е, да, и формулу свободного радикала. Я сейчас не буду внедряться в эту науку, и хочу сказать так. Все, что связано сегодня с продукцией антистарения на коммерческом рынке, что это такое? Это когда вы зайдете в Google, да, допустим, после сегодняшней лекции, и наберете в Google продукты антистарения, допустим, вы хотите что-то использовать, да, чтобы молодеть или не стареть, грубо говоря. Вы наткнетесь на разные формы антиоксидантов, да, или питательных продуктов. Это называется пассивное антистарение. То, что сейчас присутствует на рынке, да, этим можно пользоваться, этим нужно пользоваться. Эти продукты помогут вам сохранить биологическую активность вашего организма с возрастом. Но мы будем говорить немножко о другом. Мы будем говорить о том, что называется активным антистарением. А это уже, скажем так, это область науки, да, на рынке таких продуктов практически нет, ну, кроме определенных, скажем, исключений, о которых мы будем говорить, да. И вести об этих продуктах к нам приходят из таких достаточно крупных, на мой взгляд, многим известных мест, да, как Оксфорд, Гарвардский университет и еще целый ряд солидных научных учреждений, да, где рождаются сегодня биотехнологии, которые позволяют нам, как бы, рассчитывать на то, что, в принципе, старость можно победить, да. И вот поэтому вот следующим слайдом, да, я его так назвал, сказочники, да, то есть это те люди, которые не считают старение естественным процессом, скажем так, они считают, что эти процессы обратимы. И чтобы было понятно, насколько это на сегодняшний день не то, что актуально, а серьезно, да, вот те вопросы, о которых я буду говорить, я немножко представлю вам этих людей. Значит, человек с большой бородой, это Обри Ди Грей, ведущий геронтолог мира, геронтология, это наука о возрасте, о влиянии на возраст, да, британец, да, гальвардский ученый. Чуть выше Владимир Скулачев, Скулачев Владимир Петрович, академик Российской Академии Наук, Нью-Йоркской Академии Наук и Европейской Академии Наук, да, которые вплотную занимаются проблемами реверсии биологического возраста, то есть геронтология, уже в России. Чуть ниже, Давид Синклер, также британский профессор, также Гарвард, который, скажем, открыл дорожку, то есть он практик, он сделал первое, если так можно сказать, лекарство от старости, да. Значит, посмотрите на этих людей, я обозначил их имена, их титулы, их ранги, их звания. Вы видите, насколько это серьезно сегодня, а раз это серьезно, почему бы нам этим не пользоваться, да. То есть вот такие вот у нас получились сказочники. Но, здесь я начинаю представлять, что такое СИЗЛ. Дело в том, что на сегодняшний день существует глобальный разрыв между достижениями, которые происходят в современной науке, и тем, что получает человек в конечном итоге. То есть от любого открытия, чрезвычайно важного открытия, которым человек может воспользоваться в своей жизни, до реализации конкретного продукта, проходит десятки лет. Десятки лет. Если вы пользуетесь мобильными телефонами, то знайте, что до проявления первого мобильного телефона технологии были осознаны 50 лет назад. Что такое СИЗЛ? СИЗЛ – это компания, которая проводит, вот как вы видите, да, мост между наукой и потребностями человека. Да, то есть вот благодаря именно этой компании многие из технологий, которые нам могут помочь, в частности мы будем говорить о старении, могут оказаться у нас в руках. Вот об этом сегодня будет наш разговор. Пару слов о компании. Вы видите, СИЗЛ – это аббревиатура, которая обозначает Science – наука, Innovations – инновации, Success – успех, Energy – энергия, понятно, и Longevity – это наша тема сегодня, это долголетие. То есть Science, Innovations и Longevity – это наша тема сегодня. Компания является собой крупное производство, одно из самых масштабных в мире по производству продуктов для здоровья, при этом построенная, законченная, введенная в эксплуатацию в 2006 году. Да, и управляют компанией ученые, лидер Том Маур, президент и основатель компании, крупный ученый и в принципе легендарная личность в общественной жизни. Да, но это так, пару слов о компании. Теперь непосредственно к нашей теме. Перед тем, чтобы понять, как работают продукты СИЗЛ, мы должны понять, как работает сам процесс старения нашего организма. А если объяснять это достаточно популярным языком, то выглядит он буквально следующим образом. Пока мы растем, когда мы еще дети, наш день хронологический равен одному дню биологическому. То есть мы стареем, скажем так, с каждым годом на один год. Где-то после 40, а то и 50 лет, в зависимости от индивидуальности организма, наши биологические часы начинают замедляться. То есть с каждым одним днем прожитым хронологически, биологически наш организм претерпевает уже двухдневное старение. Понимаете эту логику? То есть если нам, допустим, сейчас 10 лет от роду, мы со спокойной душой можем праздновать день рождения каждый год, один раз в году. Когда нам после 30, 40, 50 лет, мы уже можем праздновать день рождения два раза в году, а то и три раза в году, это уже после 50 или 60 лет и далее. То есть вот этот процесс старения, он как похож немножко на процесс свободного падения. То есть когда что-либо падает вниз, работает определенная формула, формула ускорения, с каждым, не знаю, сантиметром, скорость, скажем так, полета этого предмета увеличивается до определенного момента. Так работает процесс старения нашего организма. Именно благодаря тому, что биологический возраст постепенно начинает существенно превышать хронологический, статистически человек живет примерно в два раза меньше, чем запланировано его генетическим аппаратом. То есть в нашем геноме заложено примерно около 150 лет, ресурс человеческого организма. При этом средняя продолжительность жизни людей на Земле составляет от 58 до 87 лет, ну, в зависимости от того, в какой мы стране находимся. Хочу сразу забегая вперед сказать, что те, кто живет в Латвии, те, кто живет в России, и в странах, в которых очень слабо, и в других странах, в которых очень слабо развита культура дополнительного питания, о котором мы будем говорить, живут существенно меньше, чем в странах Западной Европы или Америки. Об эту тему мы тоже сегодня немножко затронем. Но еще раз повторяю, в наших генах нам предрасположено гораздо больше. Более того, скажу, если брать наши органы отдельно, допустим, наше сердце, то его ресурс более 200 лет, представьте себе. А вместе с тем, если вы обратите внимание на сегодняшнюю статистику, о которой я часто очень говорю, от чего чаще всего люди гибнут? Совершенно верно, от сердечно-сосудистых болезней. То есть именно от того органа, который имеет самый высокий ресурс в нашем организме. Задумайтесь над этим. Это, скажем, такое небольшое предисловие. С чего началась наука? Как наука именно антистарения? Когда ученые реально задумались о том, могут ли они, то есть может ли человечество вообще, как-то влиять на эти процессы? И так в любом смысле, в любой сфере науки, также и в геронтрологии, ученые сначала задались вопросом, а существуют ли прецеденты в природе? Существуют ли какие-либо живые организмы, которые не стареют? Этими вопросами наука задалась буквально во второй половине 2000-х годов. То есть это очень-очень свежие данные. Значит, ну те, кто здесь не первый раз уже знают, что я скажу, а те, кто первый раз, задумайтесь. Вот представьте себе, существуют ли в природе животные, которые не стареют вообще? И естественно, как бы то, что вам придет на ум, скорее всего, нет. Но наука отвечает однозначно да. И это уже доказано. Большая часть этих животных из-за разряда вот этих вот, как у них, как они называются в биологии? Земноводные, да? То есть крокодильщики всякие, вот эти осминоги, некоторые млекопитающие. Эти животные, они на протяжении всего срока своей жизни только и делают, что растут, увеличиваются в своей силе, у них с каждым годом становится больше энергии, а умирают они все в одночасье и не от старости. А потому что, это я не буду сейчас касаться этой науки, да, а то мы растянем эту тему, да, просто пока на слово поверьте, что в природе есть прецеденты живых организмов, животных, которые вообще не стареют. Хотели бы вы взять с них пример? Интернет, хотели бы вы взять с них пример? Те, кто рядом со мной. Я не говорю о вечном. Я говорю, ну понятно, понятно. Вы понимаете, я сейчас не говорю о вечной молодости. Здесь просто это как для, ну, чтобы, как-то назвать, интригу занести, да? Значит, это первый ответ, который отдала природа науки, чтобы, как бы, заняться этим. Второй вопрос, который наука задала природе, осуществует ли бессмертие в природе. И, как ни странно, и это ученые обнаружили. Это уже не касается, ну, в какой-то степени это касается некоторых организмов, но большей частью это касается таких, даже не знаю, существ, я бы их назвал, как вирусы. Вы, наверное, слышали, вирусы, у многих это ассоциируется с чем-то очень вредным, да, что-то такое, болезни и так далее, и так далее, и так далее. Абстрагируйтесь, пожалуйста, сейчас от этих фактов, болезни и так далее, и так далее. Вирусы, кстати говоря, наукой до сих пор не определены. Это что-то между животным и, как можно так сказать, между живым и неживым организмом, что-то так можно выразиться, да. То есть вирусы сами по себе являются неживыми, если так можно выразиться, и они обретают жизнь, попадая в организм как паразит, да, то есть так начинают проявлять свою активность. А пока они не попали в этот организм, они находятся в состоянии незаморозки, ну, можно сказать, такой спячки, да, и эта спячка вечная, да, то есть ученые обнаруживают вирусы, которые были скрыты в этой вечной мерзлоте, да, допустим, в Атарктиде, которые там пролежали, там, не знаю, миллионы лет, и сегодня они их возвращают к жизни, да, то есть посмотрите, прецеденты есть, дальше вступают в действие наука, да, то есть начинают разбираться, как же эти механизмы работают. Но мы вернемся на нашу, как бы, землю бренную, да, и обратим внимание, что же в плане геронтологии находится среди людей, да. Обратите внимание, среди нас всех, среди наших национальностей дольше всего живут испанцы и французы, видите, да, в этом списке более 80 лет, средняя продолжительность жизни, при этом чем выше продолжительность жизни человека, тем выше порог его старения, то есть чем дольше человек живет, как выяснила наука, тем позже он начинает стареть, да, то есть именно среди западных европейцев, таких как испанцы и французы, да, значит, у них, если так можно выразиться, там самые взрослые папаши, то есть люди на протяжении 40-50 лет только взрослеют, они еще дети в этом возрасте, да, а у нас, скажем так, или где-то в России 50-летний человек, это человек, который уже готовится, извиняюсь, выражение, понимаете, да, вот так мы живем, вот разные национальности, в чем же разница, да, ну, а с одной стороны то, о чем я сказал в самом начале, да, то есть культура гигиены личного здоровья, но есть некоторые нюансы, на которые ученые обратили внимание, и первый из них, это вы сейчас все поймете, уникальные свойства одного французского и французо-испанского увеличения, это французо-испанское увеличение называется ежедневное употребление вина, да, красного вина, натурального вина, и ухватившись за этот фракт, да, стали копать, и Дэвид Синклер, о котором я говорил в самом начале, британский грандролог, впервые выделил из определенных сортов кожи винограда вещество, которое впоследствии назвали резвератролом, да, именно благодаря этому веществу французы-испанцы обогнали всех в плане продолжительности своей жизни, активной жизни, да, и он провел целый ряд экспериментов с этим веществом, вот вы видите их результаты в таком красочном рисунке, он проверял на дрожжах, на червячках, на брушках, на рыбках, на млекопитающих, и везде получил достаточно существенную прибавку к продолжительности жизни, да, более того, все эти представители фауны, не то что жили дольше, они и сохраняли гораздо больший ресурс молодости, да, то есть они гораздо дольше сохраняли свою молодость, да, и вот таким образом в 2004-2005 году мир узнал о первом веществе, которое способствует, внимание, активному антистарению, да, еще раз повторяю, к пассивному антистарению относятся правильное питание и антиоксиданты, которые защищают наш организм и создают фундамент для его здоровья, к активному антистарению относятся вещества, которые открываются только сегодня, резервиатро первый из них, и чтобы не быть голословным, вот для тех, кто первый раз сегодня нас слушает, да, обязательно сделайте закладку, вот синими буквами написано, www.pubnet.gov, это сайт база данных Национальной медицинской библиотеки США, где вы можете найти исследование по любому вопросу, связанному со здоровьем, с медициной, научное исследование. Если туда написать резервиатроз-сирк-1, здесь, скажем так, идет речь как раз о влиянии этого вещества на определенные гены, которые отвечают за сохранение нашей молодости, да, вы увидите, что на сегодняшний день в науке уже более полутысячи доказательств, экспериментальных, исследовательских доказательств о эффективности резервиатрола. Кроме этого, как оказалось уже впоследствии, резервиатрол активно профилактирует рак, более полутора тысяч исследований сегодня доказывают это. Регулярное применение резервиатрола активно профилактирует появление диабета, около трехсот исследований, кстати говоря, вот эти слайды созданы где-то полгода назад, возможно, количество исследований сегодня будет уже больше, да. Значит, и также имеет резервиатрол очень сильные кардиопротекторные действия, то есть сохраняют нашу сердечно-сосудистую систему, о чем говорит более тысячи исследований по всему миру на сегодняшний день. Обратите внимание, PubMed.org – это не рекламный сайт, это база данных. Вы видите, что на этом сайте нет ни одной, как это сейчас модно, баннеров, рюшечек и всяких там сверкающихся… Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это не коммерческий сайт, его найти сложно, знают только единицы, кто знает прямую ссылку. Пользуйтесь этим сайтом, да, вы будете в курсе всех событий в науке. И сразу же после этого открытия, после того, как Дэвид Синклер опубликовал результаты своих исследований в журнале Nature, да, это один из журналов, который издает, кстати говоря, Гарвард, Гарвардский университет, Сизл взяла этот же бульон, то есть бульон – это тот раствор, который использовал Дэвид Синклер, да, который состоит из 13 экстрактов, да, и защищает четырьмя пациентами. И создала продукт, который называется Этернити, что в переводе с английского означает, как вы думаете, что? Лечность, да, совершенно верно, такое символическое название, да. Значит, и создала продукт, да, который реально уже может получить каждый человек. Давайте теперь посмотрим, что такое Этернити, да. Посмотрите, концентрация активного лезвилатрола, то есть именно того вещества, которое продлевает нашу жизнь и уменьшает наш биологический возраст, эквивалента, эквивалентна, почти трехсот бокалом чистого натурального красного вина. То есть за буквально день приема Этернити вы догоняете среднестатистического француза по количеству получаемой пользы от Вина. Понятно, я выразился, да? Окей. Но, естественно, не одним глотком работает этот продукт. Его нужно использовать, естественно, регулярно. Что он даст? Кроме того, во-первых, сокращение биологического возраста примерно в два раза. Я об этом чуть позже скажу, как это работает. Кроме этого, профилактика, вы уже поняли, рака, мы об этом смотрели на ПАБМЭД, профилактика сердечно-сосудистых, протологии, профилактика диабета, да? И примерно с каждым годом вы будете стареть всего лишь на полгода. То есть после 30, 40, 50 лет через определенное количество, ну, через год-другой нужно немножко поднакопить этот результат приема Этернити, вы уже со спокойной душой можете праздновать день рождения как в молодости. То есть один раз в году. Хотя многие так и делают, большинство, да? Итак, посмотрите. И в этом продукте используется очень тонкая технология сохранения активности резвератрола, потому что резвератрол очень реакционное вещество. И при попадании там на воздух, там свет, все на него очень сильно влияет, на его активность. Поэтому этот продукт защищен определенными патентами. Нужно его 20-30 миллилитров в два раза в день. То есть утром встали, глоток, ну, такой хороший глоток, да? И вечером перед сном хороший глоток. Если вы это будете делать регулярно, то со временем вам будут говорить все больше комплиментов о том, как вы хорошо сохранились, да? Кто этого хочет? Ну, здесь понятно. Интернет, поднимите руки. Кто бы хотел тогда? По сути, я так скажу, это раскрытое желание каждого человека. Я не знаю такого человека, кто бы не хотел так, да? И обратите внимание, это нам может дать сегодня только Сизл. Я не знаю другого места, в магазине тем более, да? Где бы подобное что-то предлагалось людям, да? То есть это активное антистарение у вас в холодильнике, да? Вот. Вот что такое Этернити. Теперь, немножко своего опыта. Дело в том, что у меня есть одно, не то что, я его так в кавычках называю, негативное обстоятельство, да? Мне нечем, мне трудно похвастаться каким-то чудесным выздоровлением или просто выздоровлением. Потому что я, насколько я себя помню, никогда ничем не болел, да? Значит, и сейчас организм работает как часики. Но я заметил у себя, лично для себя, одну интересную особенность этого продукта. Именно его долговременного приема. Потому что я его принимаю уже почти, сколько у нас? Почти два года, да? Значит, ну, в совокупности со Спектромакс, конечно, да? Здесь меня поймут люди, которые какое-то отношение имеют к спорту. Да? Вот я сделал фотографию, это мой второй дом, я каждый день хожу вечером, кроме того, все дни, когда лекции, да? И два часа я очень, ну, так, интенсивно тренируюсь, да? И если в дальнейшем эту лекцию будут смотреть люди, которые примерно делают то же самое, то, что я скажу следующим, возможно, вас удивит. Я делаю буквально суперсеты базовыми упражнениями. То, что очень редко может делать кто-то. При этом абсолютно не выдыхаюсь. И где-то через два часа я просто жалею, что моя программа закончена и надо идти домой, потому что уже делать нечего. Хотя рядом я вижу людей, профессионалов там занимающихся, они пьют так называемые геймеры, то есть энергетические напитки, чтобы сохранять, как это назвать, энергию, правильно ли я, да? Значит, и они выдыхаются гораздо чаще. Я раньше тоже пил вот эти геймеры, сейчас я уже год как от них отказался, и энергии гораздо больше, чем было тогда, да? То есть это то, что я лично на себе вот такое вот отметил, да? Значит, и поэтому этот продукт Этернити, резерватрол, будет очень полезен для тех, кто обведет активный образ жизни, да? Занимается спортом, потому что он активизирует энергию нашего организма. Итак, посмотрите. Если говорить вообще в комплексе о антистарении, то первое, с чего мы должны начинать, это, естественно, с правильного питания и детоксикации нашего организма. Извиняюсь. Это отдельная тема, да? Значит, которая у нас идет по другим, скажем, вторым дням, но любой из вас может найти запись вебинаров, посвященных этому, да? Вторым шагом является замедление, да? То есть управление генетическим аппаратом клеток, то, что делает Этернити, да? То есть он замедляет наш биологический возраст. И недавно компания вышла на третий шаг, который мы называем реверсия, да? Что это такое? В 2009 году на выручении Нобелевских премий трем ученым, вот статья из интернета, вы ее можете найти легко, да? Нобелевские премии за 2009 год, область медицина, да? Трое ученых, которые исследовали хромосомы, целомеры и целомеразы, создали биотехнологию, которая уже не просто замедляет старение, но и поворачивает его вспять, как бы это сейчас сказочно не звучало, фронтастично не звучало, да? Давайте немножко посмотрим на пальцах, как это выглядит, да, чтобы не углубляться в науку. Итак, посмотрите, что есть по сути с физической точки зрения процесс старения, да? Это когда регенерация, регенерация теряет свою, как вам так сказать, ну скажу так, когда человек растет, вот ребенок, да? Рождение новых клеток превышает смерть старых клеток. Организм увеличивается, понимаете, да? На определенном этапе, когда человек достигает совершеннолетия, возникает так называемый баланс, то есть количество новых клеток примерно такое же, как и количество отмирающих. Но первым начинает в этом отношении терять мышечная ткань, и на фоне высокого метаболизма подростка это всегда видно, да? Вы можете замечать, что обычно подростки худые, да? Ну если нет таких нарушений в организме или хорошего аппетита, да? Но со временем, со временем количество умирающих клеток начинает превышать количество рождающихся, и в связи с этим организм начинает стареть, внутренние органы уменьшаться, энергия уменьшаться, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот, в чем суть этого открытия? Они нашли тот механизм, который отвечает за этот дисбаланс, да? То есть рождение новых клеток и смерть старых, которые, скажем, в хромосомах, вот в этих колпачках, да, которые называются теломерами. И вы видите на фотографиях ткань, точнее, вот эти вот хромосомы в молодой ткани, вот эти желтые, желтенькие огоньки, это есть не что иное, как теломеры, колпачки, защищающие генетический аппарат каждой клетки. И внизу вы видите стареющую ткань, видите, как там мало этих граньков. Здесь это видно? А здесь вообще не видно. Да? Вот. То есть и ученые научились, как их снова восстанавливать. И то, что бросилось в первые глаза, естественно, это испытывалось на животных, да? По этому поводу даже в интернете можно сегодня найти фильм, кстати, снятый в Гарварде, чисто с научной точки зрения, значит, на мышках, да? То есть мышки начинали восстанавливать свою молодость, да? То есть они становились активнее, их кожаный прокров становился лучше, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Итак, после этого ученые создали первый прототип, назывался он ТА-65, препарат, который был создан в конце 2012 года. И через буквально пару месяцев после него компания привела на рынок продукт ТСХ, да? Посмотрите, насколько здесь вот на данном примере яркий пример, если так можно выразиться, вот тот мод, который объединяет, понимаете, да, науку и желание человека. И вот этот продукт ТСХ стал на самом деле гораздо мощнее того прототипа, который был создан учеными. То есть он возвращает нулевой баланс в регенерации клеток всех тканей нашего организма. Что это значит для нас? Я на прошлом лекции привел такой пример, приведу его на этой лекции, да? Посмотрите. Представим себе двух человек, которые отмечают 50 лет... Это какая свадьба? Золотая. Золотая, да? Ну, неважно. Допустим, по 50 лет, и они празднуют день рождения, да? Вот happy birthday. Назовем его, там, не знаю, Вася, ее Катя, да? Проходит год. А, да, кстати, Катя при этом пользуется Этернити и ТСХ в совокупности. Проходит год. Вася стареет... Вот сейчас вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, на сколько лет постареет Вася за один год, если ему сегодня 50? Биологически, не хронологически. От двух до трех лет, правильно. В зависимости от состояния его организма, да. Не будем считать, что он хорошо себя чувствует, занимается спортом, он постареет на два года. При этом Катя, употребляя вот эти продукты, у нее процесс пойдет в другую сторону, да? Это после первого года. После второго года ситуация еще больше усугубляется, у них разрыв в возрасте начинает увеличиваться. Еще год Катя говорят комплименты, ничего себе, как ты классно выглядишь, да? А Вася уже еле ходит, если он живет в России, да? Значит, четвертый год еще больше, и на пятый год Катя достигает своего максимума. Вот этот максимум, сейчас запомните, 40 лет, что это такое? Этот продукт еще недавно называли 40 forever, то есть 40 навсегда. А с чего это пошло? Дело в том, что когда в Гарварде испытывались эти технологии вот на братьях наших меньших, они обратили внимание, что процесс омоложения идет где-то до 30-40-ти процентов от продолжительности сдерживания человека, и на этом останавливается и сохраняет примерно свою вот эту позицию, да? То есть если мышки молодели где-то, они живут три года, они молодели где-то до полутора лет, значит, человек, как предполагает наука, остановится где-то на 40 лет. Но еще раз говорю, наука предполагает, потому что эта технология была реализована только два года назад, а первый продукт появился и того позже. Понятно, да? Так что мы своего рода такие... Да, 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 да. Итак, какие эстетические преимущества получает человек, используя эти продукты? Здесь все просто, да? То есть то, я сейчас показываю то, на чем они работают быстрее всего. Это те ткани нашего организма, которые быстрее всего подвергаются омоложению, регенерации. Постепенно седрые волосы уступают место нормальным. Вы снимите очки, сетчатка глаз гораздо быстрее будет перекататься, да? Это вот об этом Скулащев говорил, да? То есть в процессах омоложения организма. Ваша энергия будет сохраняться дольше, да? То есть энергетические потенциалы организма вырастут. Вы станете сильнее, ваша кожа станет улучшаться, и я продолжу список, чего не написано, да? Внутренние ваши органы станут увеличиваться постепенно в размерах, да? Ну и так далее, и так далее. Это, скажем так, эстетические преимущества, ну кроме внутренних органов, их никто не видит, да? Физические преимущества. Первые восстанавливаются ткани мозга, да? То есть мозг первым начинает откликаться. Первыми начинает откликаться костная ткань, да? Будут пропасть признаки остеропороза, да? Не хочу сейчас не драться здесь в науку. Дальше. Мужские проблемы уходят. Опять-таки, видите, катаракта регенерирует ткани глазные и приходит, скажем так, уравновешивается центральная нервная система, если у человека есть какие-то психические расстройства. Это то, где организм быстрее всего отзывается, когда он молодеет, да? Вот. Вот такие вот преимущества могут дать продукты, о которых я сказал. А теперь обратите внимание. Все, о чем я сейчас говорю, вот это вот управление возрастом, да, является центральным аспектом медицины будущего. Давайте немножко глянем вперед, да? Посмотрите. В том виде, в котором сегодня существует медицина, как вы думаете, эффективна ли она для нас? Ну, кроме первой помощи, ну, скорой помощи, это уж всегда должно быть, да? А как таковая медицина не решает проблем со здоровьем, да? А мне кажется, народ создает их, да? Я сейчас не буду говорить за всех, да, я буду говорить в частности о большей части фармацевтической медицины, то есть симптоматической медицины, то есть химических препаратах, да? Позволите, дело в том, в будущем, да, на мой взгляд, как будет выглядеть медицина будущего. Это когда у человека будет что-то, что будет помогать просто-напросто не обращаться ему к врачам, понимаете? То есть будущее, естественно, идет за профилактической медициной, да? А уменьшение биологического и физического возраста человека есть первый шаг к его оздоровлению. Почему? Потому что именно с возрастом наш организм становится все более, как так выразится, все более восприимчивым к болезням, скажем так, да? А если мы его будем омолаживать, соответственно, идет речь о всем его укреплении. И первой ласточкой, я так скажу, медицины будущего это так называемые фукоиданы. Вот правильно, уязвимым, Наталья, спасибо. Фукоиданы, что это такое? Те, кто первый раз слышит. В 1913 году были открыты эти вещества, и лишь после 2000 года наука схватилась за грыву, когда поняла, на что они способны. Чтобы не быть голословным, сейчас, вот посмотрите внизу, я привел ссылку из Википедии. Те, кто с интернетом дружат, знают, что это такое. Это абсолютно независимый источник информации, то есть никто не платит за то, что там пишется, да? И давайте посмотрим, что в Википедии, кстати, это надпись, это описание появилось где-то около полугода назад, и мне даже иногда кажется, хотя первую лекцию по фукоидану я рассказывал, говорят, два года назад тоже, да? Мне кажется, что они слушали эту лекцию. Посмотрите, многочисленные исследования последних 10-15 лет посвящены биологическому действию фукоидана. Фукоиданы проявляют чрезвычайно широкий спектр биологических активностей, что является причиной повышенного интереса к ним в науке. Как в научной литературе имеется сообщение о противоопухолевых ссылке пошли, видите, да? Иммуномодулирующих, антибактериальных, антивирусных, противораспалительных и других свойствах фукоидана, что позволяет говорить об этом продукте как о так называемом поливалентном биомодуляторе. Вы, наверное, первый раз слышите это слово. Поливалентные биомодуляторы, перевожу на русский язык, это тот, чем будет представлять из себя медицина будущего. Это вещества, которые способны вступать во взаимосвязь. Итак, посмотрите, что значит для нас поливалентный биомодулятор, первым из которых является фукоидон. Это вещество, регулярное употребление которого лишает нас необходимости использовать сотни тысяч других препаратов. Посмотрите, как сегодня действует симптоматическая медицина, а в частности химическая фармацевтика. Под каждый орган, под каждую клетку, под каждый биохимический процесс, который нарушается в нашем организме, создано какое-то вещество, которое влияет именно на него. При этом, как правило, в большинстве случаев такие вещества имеют целый ряд побочных эффектов. И как мне очень понравилось, кстати, вы, по-моему, написали в фейсбуке, когда мы покупаем лекарства от насморка и когда читаем его побочные эффекты, мы задаемся вопросом «Бог с ним с насморком, а? Легче с ним прожить». Такие продукты, как поливалентный биомодулятор, позволят нам одним махом решать все проблемы, как бы это сказочно не звучало. При этом не нарушая биохимию всего организма, то есть не приводя никаким побочным эффектам. И первым таким продуктом явился фукайдон. Фукайданы именно поэтому сегодня больше всего наукой исследуются, да, вы это можете найти в интернете, на том же PubMed.gov, да, среди всех прочих натуральных продуктов питания, да, и веществ, питательных веществ. Больше всего. И я скажу так, что на сегодняшний день наука обнаруживает следующее, что фукайданы имеют свое профилактическое и терапевтическое воздействие на все клетки всех тканей нашего организма, да. То есть, употребляя его, мы оздоравливаем, ремонтируем, как это хотите называть, организм со всех сторон, во всех его уголках, да. То есть, это, грубо говоря, целая аптека, сеть аптек в одном флакончике, но без побочных эффектов. Скажите, вот, на ваш взгляд, если бы то, о чем я говорил, было бы и правду в правде, да, это, конечно, правда, но для некоторых это может звучать как сказка, да. Вы бы хотели пользоваться таким продуктом, да, чтобы не ходить в аптеки? То есть, понятно, да. Идемте дальше, так, чтобы нас не выбросило, да. Отлично. Что делает Сизл? Сизл, во-первых, компания номер один, как мы ее любим называть, это не голые слова, потому что компания первая выводит подобные вещи на мировой рынок. То есть, компания первая, которая ликвидирует этот разрыв между наукой и потребностями человека. И компания создала продукт, который называется Фу-Кой-Дон, да, то есть торговая марка. Фу-Кой-Дон – это вещества. Сизловский продукт называется Фу-Кой-Дон. Давайте немножко посмотрим, что это такое поближе. Для этого нужно понять, как рождается Фу-Кой-Дон. Чтобы это знать, нужно понимать, где добываются Фу-Кой-Доны как вещества. Больше всего их присутствует в так называемых, ну, москвих водорослях, вот их обозначение внизу, лимумоуи, да, вот такое страшное название непонятное. Значит, родиной которых является несколько мест на планете, среди которых японский Окинара и архипелаг Тонго. Сырье для Фу-Кой-Дона доставляется именно из Тонго. Чем примечательно это место? Несколько конкурентных преимуществ, если так можно выразиться. Во-первых, это место одно из немногих, куда не ступил грязный сапог современной цивилизации. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть это девственная природа. Во-вторых, вы видите уникальные кадры внизу. Это место, где очень из немногих на нашей планете, где есть действующие подводные вулканы. Понимаете, да? Вот. А что такое вулканическая почва и вообще сейсмоактивная почва? Это самые питательные почвы на планете. То есть они наиболее богаты минеральными веществами, которые как бы вулканами выплескиваются из недр Земли. То есть выращиваемые в таких местах водоросли, что бы то ни было. Растения наиболее имеют высокую питательную ценность по сравнению со своими аналогами и из более спокойных мест, а тем более из огородов. Если кто-то вздумает выращивать фукайдоны на огороде. Ну, это так, к примеру говорю. Идемте дальше. Но это не заканчивается уникальность фукайдона. А далее компания установила на своем заводе огромную, вот вы видите эту фотографию, да? Производствуя линию для производства этого продукта. Дело в том, что технологически создать его активным стоит достаточно дорого. И вот эта линия обошлась компанией в 8 миллионов долларов, да? На которой производится только один продукт фукайдон. Вы уже можете понять, насколько эффективен должен быть конечный результат. И в компании используют несколько видов фукайдонов, да? То есть, чтобы человек получил максимальную активность, да? Используя продукт с названием фукайдон. Таким образом, посмотрите. Если вы начинаете регулярно применять этот напиток, ну, каждый день, то же самое, как Этернити. То есть, один глоток, хороший большой глоток с утра, один глоток к ветеру, этого достаточно. Но, как чай, то есть регулярно, постепенно вы оздоравливаете ваш организм во всех его уголках, да? И постепенно вы перестаете нуждаться в том, что нарисовано справа. Как вы считаете, не это ли есть медицина будущего? Да? Вот. То есть, вы, наверное, понимаете меня правильно в этом отношении. Теперь смотрите. Сильный иммунитет, то есть, то, что в первую очередь дает фукайдон, это непреодолимый барьер между вами и любой болезнью. Знаете вы или нет, но если у вас сильный иммунитет, то даже если все ваши родственники подряд генетически, извиняюсь, заражения, болели раком, да, вы раком не заболеете. Слышали, наверное, об этом. Хотя многие, наверное, не слышали, да? Дело в том, что рак, прошу прощения, в 20% случаев это генетически предрасположенность, да? В 80% случаев это влияние окружающей среды. То и другое останавливает барьер, который называется сильный иммунитет. Поэтому если в вашем роду есть, как бы, представители, у которого была вот эта вот гадость, да, и если вы будете регулярно использовать фукайдон, вы защитите себя от этой напасти. Не это ли есть медицина будущего, да? Чтобы не бегать по врачам, тем более вот эта химиотерапия и так далее, и так далее. Так вот теперь запомните. Если вы первый раз прикасаетесь к СИЗЛ, первый раз начинаете использовать фукайдон, как минимум год, а то и два вы должны на нем сидеть, да, чтобы дать ему возможность, возможность, да, хоть как-то помочь вашему организму восстановиться, да? А дальше уже перейти, когда вы станете здоровым человеком, на так называемую поддерживающую, как я ее называю, дозу, да? То есть используйте его в межсезонье. Вот пока мы больные, я так и нарисовал, да, фукайдон, первый ваш дух, независимо от того, чем вы болеете. Когда вы здоровы, когда вы здоровы, вы его можете употреблять примерно 4 раза в год. Бутылку, одну бутылку. Это когда лето переходит в осень, осень переходит в зиму, зима переходит в весну. И весна куда переходит? Блин, это-то. Я смотрю, чтобы внимание вы сохраняли свое, да? Значит, именно в эти моменты наш иммунитет наиболее ослаблен, да? То есть когда меняются условия среды нашего обитания, да? Вот тогда нужная поддержка, чтобы не случилась какая-то маленькая гадость, да, если кто-то ее не хочет, да? И этим самым вы будете, так называемый, производить профилактический ремонт вашего организма каждый год, да? Чтобы с вами ничего в дальнейшем не случилось, да? Вот так работает фукайдан. Теперь, недавно, это случилось где-то буквально год назад, как на моей памяти, потому что я всегда слежу за событиями науки через тот же подмет, да? А ученые прикоснулись к разгадке трайны фукайдана. И первое, на что они обнаружили, это следующее. Оказывается, фукайдан имеет свое такое чудесное воздействие в наш организм, благодаря тому, что он способен восстанавливать рецептурную связь клеток. Мне немножко придется сейчас вам объяснить, что это такое. Благодаря рецепторам. А рецепторы каждой клетки есть не что иное, как органы ее осязания и ориентации в межклеточном пространстве. И с возрастом, вот как нарисован этот достаточно молодой человечек, да, у человека рецептурная активность клеток резко падает. В связи с этим иммунитет сродится, и человек становится восприимчивым к целому, ну, ко всему заболеванию, в том числе и к онкологии, да? Фукайдан восстанавливает рецепторы клеток. То есть клетки снова начинают видеть, снова начинают слышать, чувствовать друг друга и, соответственно, реагировать на изменяющуюся ситуацию окружающей среды. Простой пример на картинке. Это клетки лимфоциты, да, допустим, которые ловят вирусы в нашем организме. Когда их рецептурная система падает, это все равно, что слепые, ну, как вам, слепые солдаты пытаются поймать, там, не знаю, слепые полицейские пытаются поймать вора, да? Мы этим полицейским возвращаем зрение, возвращаем слух, даем им энергию, и они снова начинают эффективно работать, да? Вот первые такие разгадки стали открывать наука в действии фукайданов. Это очень уникальное свойство этих веществ. И вот я недавно нашел в интернете одну интересную статью одного человека, может быть, вы, некоторые из вас его знают. Это герои боевиков 70-х, 80-х годов Була Йонг. Знаете его? В интернете есть кто его знает? Он играл вместе с Брюсом Виллисом, ой, Брюс Ли. Он был главным анти, главным противником во всех боевиков с участием Ван Дамма. Ого, такая свирепая личность, на которую посмотришь, кажется, что нет, я китайцев люблю больше всего. Да? Вот, на самом деле я как бы посмотрел, наткнулся на его интервью в Discovery, да, где шла речь о восточных единоборствах, да? И очень мудрый человек на сегодняшний день, ему сейчас за 70 лет, он активно занимается спортом, он, ну, естественно, он специалист вот в этих восточных единоборствах всяких, да? Значит, и что он рассказывал? Он говорил так, что его главная цель не разгореть. И обратите внимание, все люди, которые очень талантливые в нашем мире, очень часто рану уходят из жизни. Вы замечали? А тот же Брюс Ли, Высоцкий, я не знаю, тут можно много продолжать. Они как бы выплескивают свою энергию, ну, раньше времени, да, и уходят из жизни. Вот эту тему как бы рассказывал вот этот вот Булай Йонг. И он сказал, для того, чтобы сохранять свою энергию, а сейчас еще раз повторяю, ему за 70 лет, он каждый год активно выступает на определенных мероприятиях, связанных вот с этими шоу восточных единоборств, да, и показывает пример всей молодежи, да? Значит, он, его рационе, салат с утра и вечера присутствует в этой водоросли Лиму Моуи. Да? Вот, из чего Сизл делает Фукайдан, да? Естественно, Фукайдан будет гораздо эффективнее, чем просто, если вы будете жевать такую водоросль, да? Итак, давайте подытожим. Польза Фукайдон для вашего здоровья и вашего кошелька. Первое. Восстановление полгода-год в зависимости от состояния вашего организма, а то и дольше, некоторым понадобится больше этого времени. Приема два раза в день по 30 мл на 70 кг веса. Два раза в день, каждый день, полгода минимум, если вам 30 лет, год, если вам 40 и больше, да, чтобы восстановить ваш организм. Представьте себе, что вы привезли в автосервис старую-старую машинку и хотите, чтобы из нее сделали конфетку. Вот это ваш организм. Когда вы через это прошли, что нужно делать с машиной? Проходить каждый год техосмотр, да? Это называется поддержка. Я об этом говорил. Четыре раза в год, как минимум, в межсезонье, вы используете Фукайдон для восстановления вашего организма. Следующий шаг. Дайте ссылку на этот вебинар, если мы его запишем вашим друзьям, которому не безразличны состояния их здоровья и получаете ежемесячный пассивный доход, зарегистрировавшись на сайте СИЗЛ. Вот, это все, что я хотел сегодня рассказать, друзья. И если у вас есть вопросы, самое время их задавать. Слава Богу, интернет нам дал возможность закончиться. У вас вопросы? Ну, обычно да. А, запись идет, Наталья, спасибо. Запись идет, отлично. Единственное, ее там надо будет, Наталья, подкорректировать, вы знаете, да? То есть, там был сбой, вы умеете это соединять, вот эти вот, резать? Ага, окей. Ну, все, запись поставим в эфир, даем ссылочки, делимся с людьми, да? Делитесь ценной информацией, значит, и за это получаете деньги. Это СИЗЛ. Так, а как у женщин восстанавливается, что именно восстанавливается у женщин? Женщина это тоже человек, значит, и поэтому восстановление организма у женщин идет так же примерно, как и у мужчин. Ладно, если нет вопросов, мы будем тогда... Сейчас, сейчас, мы закончим, да? Так, сейчас... Нет, здесь по поводу вот этих эндокринных женских проблем, здесь немножко другой подход. Посмотрите, здоровье женщины, да? Здесь нужны именно корректировки. Я сейчас говорил в общем о здоровье организма. А вот эти вот... То, о чем вы говорите, да, это корректировка состояния организма. Она тоже возможна, но другими продуктами СИЗЛ. Для детей, конечно, используют. Начиная с 4-х лет, можно спокойно давать фукайдон. В принципе, да, можно с рождения, но я говорю с 4-х. Почему? Потому что здесь еще есть юридическая опасность. Дело в том, что если фу-фу-фу-фу, что-нибудь случится, чтобы на вас потом пальцем не показывали, что это вы виноваты. Как? Ну да, да, да. Нет, а осознанно, спокойно давайте, в любом возрасте. Как он используется для детей, так же, как и для взрослых, в зависимости от килограммов веса. Да, то есть 30 миллилитров два раза в день на 70 килограммов веса. Соответственно, если ребенок весит, делим пополам, примерно, там, 30 килограммов, один раз в день 30 миллилитров или 15 миллилитров два раза в день. Так, Новосибирск используют жидкие формулы с рождения. Да, я тоже использовал бы их с рождения, если бы знал тогда о них. Еще, это, еще раз повторяю, это отдельная тема, мы сейчас просто затянем. Вебинар «Здоровье женщины», смотрите, он где-то есть в интернете. На нашем сайте есть, да. Там все подробно об этом говорит, Данков об этом подробно говорит. Это компенсационное питание, это специализация, там есть нюансы. Так, вот, вот, пожалуйста, Наталья. Ну, хорошо, если нет вопросов, всем приятного вечера. Надеюсь, что он был сегодня для вас полезным. И до следующей недели. Счастливо.